Напросился я к Петиным знакомым поехать посмотреть, как собирается зерно на комбайнах. Так что мы валим туда и сейчас будем наблюдать за этим. Может быть нам даже дадут потрогать зернышки руками. Порулить на комбайне. Не рассказывай все. Может не получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас будем пересаживаться, потому что дальше моя машина не проедет. Давайте сейчас просим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы подъедем к комбайну и будем совершать разгрузку. Продолжение следует... Сколько в него тон помещается? Шесть тонн? А на сколько эти комбайны автоматизированы? Продолжение следует... Продолжение следует... Вплоть до того, что он даже и борозду сам держит колею? Нет, вот этот нет. Этот, не знаю. Этот, как там... Немножко дорого. Это мы где брали. Я считаю, это такой... Немножко дожарочный... Недорого очень. Ну, наверное, не для этих полей, да? Да, да, да. Это пойти уже до тысячи гектаров. Сколько стоит такой комбайн? 200 тысяч евро. 200 тысяч евро. Европа как-то поддерживает? Поддерживает, да. 50 процентов нам отдать его. Мы его не можем продать, если 5 лет. Ну, я думал, 5 лет он должен услышать. Нет, нет. Ну, 10 будет. Если нормально все будет, хорошо. Дай бог. За трактор тоже получили 50 процентов. Давай попробуем выгрузиться на ходу. Пряменько. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СТРИГУСТИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как бы, да, но для сезона и вообще допустимых Как бы, принимают, просто они снимают определенный процент Ну, потому что, соответственно, вес меняется, правильно? Да, да, и вес, и те, кто принимает, им требуется сушка зерна и затраты на сушку и так далее Соответственно, немножко хреновая Ты до этого работал на других комбайнах в прошлый сезон или уже на этом начинал сразу? Только на этом Только на этом На советских ты не работал? Нет На советских я был только смотрящим Смотрящим? Да Что это означает? Рядом сидел, со стороны видел За рулем не сидел Ну и намного это сложнее на советской технике? Не учитывая, что там нету датчиков, там каких-то определенных Конечно, комфорт Комфорт? Ну да Принцип тот же самый, но комфорт и удобство в управлении Намного, намного, намного Соответственно, и продуктивность, да, ты можешь нормально, спокойно дольше работать Да Не напрягаясь Субтитры создавал DimaTorzok Какие-то происшествия в полях бывают? Ты там, допустим, нарвешься на гнездо чего-нибудь или на руку, или лисы, там, еще что-то Нет, как бы зверье здесь не боит, оно убежит, шум такой То есть, в принципе, все всегда гладко? Все нормально, единственное, камни Это враг комбайна, камень поймал, все, день закончен У тебя бывало что-то в его камне? Нет, нет Ну, чтобы это предотвратить Каждую весну собирают камни по полям, поэтому Собирают уже технику, естественно, да? Руками Руками? Серьезно? Руками ходят, да Ну, соответственно, собирают в технику, в трактор, но собирают руками Что увидел, кто собрал И так далее Ну, вот так вот, ребят Такая вот работа комбайнеров Все, Артем, спасибо Пока, счастливо, хорошая работа Сейчас я открою Открою, пожалуйста Не могу, весь в камерах Пока Ну вот, ребят, такая работа Замечательно, очень интересно И познавательно Надеюсь, вам было так же Какой главный враг полей, не считая погоды? Из животных, может быть С кем воюете? Животные, да Гуси, гуси Гуси? Гуси, гуси, это ужас, да Потом кабаны, когда созреют Да, кабаны А козлики всякие, они не употребляют? Ну, там, вот видел, наверное, там положено немножко Это мало козликов Вот кабаны вот сильные стаптывают Те руль, да Маска ложит, приходит Натаптывают Но этот сорт, они вот из-за этого вот Да Этот сорт они не трогают Только из-за того, что вот эти уся Они очень волки Ага Им неудобно их, да? Они придут, навалят, навалят и уходят И тут еще что-то другое Только из-за этих восемь Я ее, можно сказать, что и посеял здесь Поэтому В этих дебрях Смотрите, она прозрачная Вторая группа Партика Хорошо вызрела Вот она такая Получилась Кстати, мы проезжали мимо Я хотел посмотреть Пока дети сидят Здесь есть классное братское кладбище По-моему, оно посвящено Разведчикам местным Потому что здесь Погиб какой-то великий разведчик Михаил Орлов Вот ему памятник стоит Что здесь написано? Герой Советского Союза Капитан Капитан Орлов Михаил Иванович Михаил Иванович 18-й, 44-й 43-й год 44-й А, 43-й, а, 3-й месяц 44-й 44-й год Уже видно, когда уже шли назад Советские войска Здесь Группа разведчиков Не дождалась подмоги Пошла в наступление И Орлов погиб Ну, насколько мне рассказал, кстати, хозяин комбайна сегодня По-русски написано Да, что он погиб от пулеметчиков немецких Вот Вечная слава героям, солдатам, сержантам и офицерам 43-й гвардейской латышской стрелковой рижской дивизии Павшим в борьбе за свободу и независимость нашей родины В Великой Отечественной войне 41-й, 45-й год И точно такая же надпись на латвийском Ну, пользуясь случаем Уже, если мы приезжали здесь мимо Мы сейчас покажем школу, где работает Инна И где училась Надя С какого класса? По 9-й класс здесь училась? Да Эти 4 окна на первом этаже Так Это мамина библиотека Мама там работает Мама работает у тебя в библиотеке? Да А на втором этаже не 2 первых, а 2 последних с той стороны окна Там 2 крайних, вот тех? Нет, нет, вот этих Ну, 2 крайних, к углу Нет, к другому углу Вот к раннему ближе 2 Хорошо Ты просто пальцем показываешь куда-то? Покажи, как ты пальцем показываешь Вот сюда и сюда Вот эти 2 Ага, хорошо, вот эти 2 Скучаешь по школе, Надь? Конечно Лучшие годы прошли Ой, у тебя лучшие годы еще впереди Ну ладно, до этого момента буду не считать, что были твои лучшие годы Вот эти 2 окна ставят, это мамин класс, младшая школа Так я не понял, сколько у твоей мамы классов? Русского языка, библиотека И здесь еще Да Вот тут это мамин класс Инна, мы смотрим твой класс Сейчас посмотри, какой-то там порядок у тебя в классе Доска вымыта, блин, ничего не видно Ладно, Инна, тебе повезло Посмотрим с другой стороны Тоже ничего не видно Так, вот так, вот Доска вымыта на лето, нормально Вот этот вот класс, за которым Инна сидит и учит всех чему-то Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь И тут со школы ход в спортивный зал Вообще прикольно Большой Да, большая по той стороне, может сядь Хорошая школа у вас для поселка, я скажу Надя, скажи, а в таких школах сколько детей в классах обычно? Сколько было в твоем классе детей? В моем классе было 11 детей Но это был самый большой класс Самый большой? Самый большой, и мы ушли, и все А сколько так в среднем в классе людей? Сейчас по 3-4 человека 4 человека в классе? Серьезно? Ну, 3-4-5 так где-то Представляете, 4 человека в классе и все равно школу так отремонтировали, чтобы она была в должном состоянии Вот это мой был второй класс А когда тебе давали второй класс? Зачем? Ну, когда с первого по четвертый я училась А, с четвертого? Да, да, да Ну, у меня мама учила, а потом с пятой по девятый у меня другой После начальной школы, короче Да Представляете, 4 человека в классе Обалдеть А сколько у вас из 11 человек было девочек, сколько мальчиков? 5 девочек и 6 мальчиков О, мальчишек больше? Да Ха-ха-ха, классно Или наоборот А ты уже не помнишь? Да Да, и обратите внимание, что ремонт сделан только с той стороны, а здесь ремонта нет Оп, за углом сразу ремонт, то есть там, где люди не видят с поля А вы не откроете секрет, сколько получают учителя в таких школах или вообще в Латвии в школах? Как, все зависит от уроков набранных А, то есть еще от этого зависит? Да, 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 да Это все от уроков И не важно Поэтому Ина и работает в библиотеке, работает в одном классе, в другом классе Потому что не заработаешь иначе Ясно, ну мы не будем уточнять, наверное, конкретно Там копейки, можно сказать Ну это, ну это 4, 5 сотен, 3 сотни, сколько это получается в евро? 4, наверное 4 сотни Копеечкой там, ну это все Вся зарплата Вот такая вот зарплата учителей Видите как? Можно говорить все, что хочешь Хорошее правительство, плохое Ругать его или жалеть Но Есть то, что есть Детей мало Работы практически нет Вот и думайте А как будут дети, если ничего не мотивируется? Ну если Люди уезжают со страны и ничего нету вообще Если нет работы, что людям здесь делать? Что делать? И молодежь не остается А все, старики одни Мы едем к Петя на дачу На огород За огурцами Налево, приехали уже? Нет, мы тут Налево А здесь было бы вот Таня Вот здесь неплохо на этом месте Вот где машина стоит Да Да Тут шикарно Да, здорово, правда А еще здесь, смотрите, какой мостик красивый Почему? Думаешь я провалюсь? Провалится опять? Нет, 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 нормально Я сходил, чтобы было Красиво Ну правда, красиво Такой мостик А рыба есть тут? Да Рыба есть? Лягушки есть Я запускал каратика, но нет Нет, только лягушки остались? Мы приезжали, как будто Ну здесь классно Я палатку бы даже О, лягушка зеленая Зеленые, между прочим Съедобные, Надя Они редкие Их тяжело поймать Но они съедобные Их можно кушать Хотя, в принципе, мне кажется Любые съедобные А я где-то читал об этом Палатку даже можно было бы Вот здесь ставить Красота, да Вот так сидишь Костерчик А здесь тепличка Что у них в тепличке? О, Танюха Ну-ка смотри Какие помидоры Вот это, да Ёхайды Помидорище Все-таки нужно теплицу Не, не буду строить теплицу Не, не, не Я лучше помидорки куплю В магазине Не по мне это Да, Петя? Да Вот так вот И живете вы Живем так Что, у вас огурцы и помидоры здесь только? Да А конопля? Нету конопли Не выращиваем Тут еще, смотрите, что Я тут Недооценил масштабы, оказывается Подсолнухов Там, видели, сколько подсолнухов? Лук Красная свекла Морковь Морковь Я хочу морковь А есть вода Помыть морковку? Нет Я хочу свежие морковки Ммм Ммм, как она пахнет, блин Вот это вот В магазине так не пахнет Это факт Я любил здесь, тебе бабушки наберу Потом в воде Сполоснешь И прямо так Слышишь, она сочная Класс Ну и как? Ммм Милан, хочешь морковку? Милан Хочешь морковку? О, горошек Ну, короче, мы пришли Поживились Спасибо, Ирина, Петя Надя Теперь, когда буду приезжать мимо Куда-нибудь Я буду знать, куда заруливать Ммм, горох Одну руку неудобно открывать Ммм Надеюсь, без червячков Пытаюсь кушить Вкусно? Лайк Вот так вот Потом скажите мне, что я не работал Ладно На, вот это же последнее ведро Винхи Еще одно Вот так вот Вот так вот Продолжение следует...